Ну а команда Путина, ну как таковой команды Путина нет. Командой Путина являемся все мы, кто поддерживает его действия. Но поддерживает не просто так, а знаете, вот там государь сказал, и он прав. Так поддержку не организовали, потому что процесс управления, это процесс информационный, распространение информации есть суть управления. Распространение информации о сути процесса, то есть если понимаешь процесс, ты его вскроешь. Если ты его не понимаешь, ты проиграешь любому, кто тебе об этом процессе даже наврет с три короба. Поэтому вот такая, Путин, мы тебя поддерживаем, это не годится. Нужно знать, что он сделал и что я должен на своем конкретном месте сделать, чтобы поддержать Путина. А не то, что я выйду на улицу, флажком помашу. На Майдане вышли, помахали. Где хоть в одной стране площадь что-нибудь решила? Вон, против родителей, один родителей и два во Франции, когда в насилие. Миллион вышел на улицу. Это что-нибудь решило? Когда-нибудь улица что-нибудь решала? Улица решает только тогда, когда это необходимо для пропагандистской картинки. Вот нужно было опустить Украину в горнило гражданской войны и развязать войну против России и против Европы. Все, Майдан, люди решили. И они там такие гордые прыгали. Мы кого хочешь скинем, не понравится нам Порошенко, скинем. Скинули? Почему не выходит? А потому что знают, что это Янукович. Ему было запрещено применять силу против майданутых, скачущих на Майдане. А Порошенко без проблем карательные батальоны националистов направит. Они из пулеметов надо будут стрелять. Они же провели показательную акцию. Они сожгли людей в Доме профсоюзов в Одессе. Они показали, что если кто-то дернется против нашей власти, вас не просто убьют. Вас убьют, как там убили. И все. И прыгуны закончились. Поэтому, когда кто-то там призывает на улицу, он призывает для картинки. А ты уверен в том, что ты управляешь этим процессом, и картинка будет твоя? А не появятся какие-нибудь неизвестные снайперы, и потом ты будешь руками разводить. Ну и мы-то стояли на Майдане за другое. Ну так вот получилось, что вот все вышло из-под контроля, и теперь власть захватили другие. Людей это надо беречь. А как произошло у нас на болоте? У нас кто-нибудь устраивал такое же действо? Нет. У нас этот антимайдан, антиболотная площадь, был проведен один. По всей стране. Ритуально, чтобы показать. А основная эта деятельность, какая была? Люди на форумах различных, различных СМИ, различных информационных агентств, различных референтных групп, начали говорить по существу того, что происходит. Вот как сейчас с пенсионной реформой. Когда по пенсионной реформе начали говорить по существу, выяснилось, что все чиновники и все, кто выступает за пенсионную реформу, они банально врут и передергивают. Но кто в здравом уме и трезвой памяти просто так хочет бросить и ничего не делать на пенсии? Ну ведь все как-то хотят социальной активности в меру своей возможности. Все хотят быть в обществе. А нам-то что? Если вы хотите на пенсию пораньше, значит вы лодыри ничего не хотите делать. Вон, посмотрите, один у Соловьева договорился. Ну что ж поделаешь? Вот понимаете, кто против пенсионной реформы? Да только необразованные люди. Вот все образованные люди собрались здесь, в театре, на телевидении. Вот мы вообще прямо здесь на сцене и у микрофона готовы умереть. А эти вот шахтеры, эти столевары, они свою работу не любят. Они плохо образованные. Они хотят с этой работы уйти. Вот и вся их логика. То, что у нас половина населения не доживает до пенсионного возраста. А это в результате получается так. А деньги-то куда ушли? Вот пенсионный фонд тратит денег больше, чем расходует на пенсионные выплаты. Куда вот эта дельта-то попадает? На кого? Нет, вместо этого говорят денег нет. Денег нет у нашего государства. Смотрите, у нас есть бюджетное правило. Бюджетное правило, согласно которому. Значит, бюджет запланировали, скажем, на 40 долларов. Сейчас 70 долларов у нас цена нефти. Значит, доходы, поступающие от продажи нефти свыше 40 долларов, срезаются, и они в бюджет не попадают. Они ложатся мертвым грузом в долларах. Они никуда не используются. В долларах ложатся. И обеспечивают вложение в экономику Соединенных Штатов. На каком основании? Вот на каком основании? Мы за счет бюджетного правила спонсируем Соединенных Штатов. У нас денег нет. А у нас зарплаты платят такие, чтобы человек мог выжить. Тогда, если будут такие зарплаты платить, чтобы человек мог жить социально активно, то тогда будет больше отчисления в пенсионный фонд, и тогда пенсии не надо говорить, что надо больше работать. Дальше. Мы напрямую спонсируем Соединенные Штаты. Просто вообще напрямую, через бюджетное правило. Дальше ситуация. У нас нет подоходного налога прогрессивного. То есть, прогрессивного. Прогрессивного. Но это как бы понятно. И лояльность элит, чтобы они не вредили стране, покупать не надо. Ладно. С этим сочню это. Но у нас есть огромная масса коррупционеров, которая живет в Лондоне. Они убежали туда с деньгами. Во всем мире практикуется возврат денег коррупционных. Но если человек доказали, что он украл эти деньги, возвращайте. Где возврат этих денег? Возврата этих денег нет. Следующий момент. По прогнозам всех исследователей, самой главной проблемой будущего, в ближайшие 20 лет, она станет настолько острой, что они не знают, как ее решить. Это проблема безработицы. Потому что роботизация и автоматизация производства освобождает десятки миллионов людей с производства. И их нужно как-то включать. А нам говорят, надо зафиксировать, кто будет работать. А у нас безработные появляются. А это какая нагрузка на социальный бюджет? Это вообще разбалансирование всего социального организма. И вот куда не пойдешь, везде эти моменты просматриваются. Не говоря о том, что мы делаем зачем-то накопление, кроме бюджетного правила, мы еще делаем накопление в американской валюте. Зачем? Ну, это вот что? Золото, которое можно в промышленности будет использовать и каким-то образом пустить в оборот. Нет, это резаная бумага. Если завтра они скажут, проведут реформу денег, это все. Эта макулатура останется у нас только на переработку или на продажу сувениров. Но американской бумаги выпущено столько, что она никому не нужна. Просто никому. Ее очень много. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...